На День памяти Блаженной Ксении в Санкт-Петербург устремляются сотни паломников со всех городов России. Больше ни в одной стране мира подвиг юродства не был так распространен и почитаем. Для паломников и жителей города были организованы экскурсии по местам захоронений Блаженных. На одной из них побывали наши корреспонденты. По заснеженному Никольскому кладбищу паломники гуськом пробираются к часовне Матфея Татамира. Он родился в середине XIX века, жил в Петербурге, был очень образован. В тревожное время смены столетий в его небольшую квартирку люди приносили всю свою скорбь. Сейчас так же просто, словно к нему в гости заходят в часовинку, прося о самом сокровенном. Я хочу, чтобы люди поняли, что святые находятся рядом с нами. Те люди, которые святы, мы не знаем, они не прославленники святых, но святы. Они святы в нашей памяти людской, и мы надеемся, что Господь их прославляет. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, говорил апостол Павел. Но люди приспосабливают христианство к удобной для себя жизни. Блаженные – те, кто обновляют суть веры, идут к самым нуждающимся. Так же шел к погибающим от пьянства священник Александр Рождественский. Он первым в России начал движение трезвенников, прерванная смутой революции. Прошло время, и другой божий посланник подхватил это служение. Митрополит Владыка Иоанн Снычо благословил Владимира Алексеевича Михайлова восстановить трезвенское движение. И вот этот подвижник божий, он начал восстанавливать трезвенское движение, организовал общину трезвенников на заводе Атии. Вот в этом году, 17 февраля, будет 20 лет этой общины. Приходя на Смоленское кладбище в день памяти блаженной Ксении, удивляешься, насколько жива в людях любовь к святому. Приехать из другого города, порасстоять целый день в очереди под мокрым снегом, чтобы приложиться гробнице, жертва во имя веры, пусть и невеликая. Живу в городе Туле. В святых верю, посчастливилась через интернет, оплатить путевку и в праздник памяти, день памяти Ксении Петербуржской попасть на кладбище к мощам, отблагодарить за то, что уже случилось, попросить то, что будет. Будем надеяться. За каждой из таких простых историй своя боль, своя глубина и безграничная надежда на чудо, которое обязательно произойдет, вопреки всем невозможно. Ведь, словами апостола, немощное Божие сильнее человеков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!